К нашему эфиру присоединяется военный обозреватель Денис Попович. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Денис, говоря о той военной помощи, которая обещается, которая идет, говоря об этом по состоянию на этот месяц этого года, впечатляет ли вас номенклатура обещанной военной помощи от Европы? Ну, зашевелилась Европа, надо признать. Прошу прощения. И Франция приятно удивляет. Мы видим о том, что она дает нам 40 ракет Скальп и планирующие бомбы. Очень полезное оружие, потому что мы знаем о том, сколько проблем доставляет планирующая бомба российского производства и нашим прифронтовым регионам, и нашим приграничным регионам. То есть планирующие бомбы Хаббард, да, по 50 единиц в месяц, которые нам обещала французская сторона в лице президента Франции Моноэля Макрона, ну, это очень полезное будет приобретение. И это конкретное обещание, которое, в общем-то, внушает оптимизм. Особенно на фоне того, что сейчас есть неопределенности с помощью, которая должна быть доставлена сегодня в Штатах Америки. Ну, помимо Франции, еще Германия более чем на 7 миллиардов евро обещает нам помощь. Сегодня тоже очень важное событие было артиллерийская коалиция в лице 23 стран. Опять же, французы пообещали нам по 3 тысячи боеприпасов в месяц. Это суточная норма, но артиллерийская коалиция 23 государства, то есть каждый из них несет свой вклад, а то уже будет достаточное количество боеприпасов для того, чтобы силы обороны чувствовали себя увереннее. Поэтому вот мы видим, что Европа зашевелилась, еще раз хочу повторить, и, очевидно, при исполненной решимости вносить свой вклад в победу нашей страны. Ну, если номенклатура впечатляет, впечатляет ли количество? Вот вы вспомнили о 50 гибридных бомбах в месяц, о 40 скальпах, которые привезет Макрон. Это много или мало? Как для обывателей, объясните, чего можно такого натворить на 50 подобных бомб в месяц? Ну, по сравнению с тем, что делает Российская Федерация, там, по-моему, в ноябриле-декабре 1200 бомб бросалась на позицию украинсками. Конечно, это мало. Где 50, а где 1200. Ну, однако, с чего-то нужно начинать. То есть, вот сегодня 50, а завтра присоединиться кто-нибудь еще. И опять-таки, кто-то должен был начать, я думаю, что и остальные партнеры к этому делу присоединятся. Хорошо. Скальпы нам обещают с увеличенным радиусом действия, да? Как вы считаете, а будет ли и увеличен и, ну, возможности их применения? Будут ли там какие-то ограничения? Ну, здесь в чем заключались ограничения по применению? Они заключались в том, что наши партнеры просили не использовать их по территории Российской Федерации. То есть, по тем объектам, которые находятся на территории Российской Федерации. То есть, они были не против, если бы мы обстреливали объекты, на оккупированную территорию, включая Крым. Но российская территория оставалась с тобой. По всей видимости, можно предположить, что эти ограничения могут быть сняты. То есть, вы думаете, что Запад будет готов на пересечение этой красной линии? Потому что мы знаем, что, ну, и там журналисты разных изданий, да, мировых, говорят о том, что Таурусы, например, могут не давать в связи с нежеланием Германии, властей Германии и Шольца, чтобы Украина применяла их по Керченскому мосту. Хотя, в общем-то, это законная военная цель для вооруженных сил Украины. Да, незаконная постройка. Ну, я не видел никаких других ограничений, кроме тех, которые были. Хорошо, понятно. Будем говорить далее о Рамштейне. Вот 23 января уже будет в виртуальном формате еще одно заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Давайте попытаемся предположить, о чем пойдет речь, какие будут у нас запросы, какие у нас могут быть реальные результаты этой встречи. Ну, мы уже частично обсудили сам этот вопрос, когда говорили об артиллерийской коалиции, о помощи Франции, сюда же можно включить и коалицию дронов, которую возглавляют наши балтийские друзья, сюда же можно включить и помощь Германии, о которой я уже упоминал. Там есть что обсуждать. То есть в рамках всех этих, ну и, безусловно, и британская помощь, мы не заслуженно не забыли. То есть нельзя упускать тот факт, что неделю назад, в прошлую пятницу, было заключено важнейшее соглашение между Украиной и Британией, которое также предполагает военную помощь. Поэтому вот Британия, Франция, Германия, артиллерийская коалиция, коалиция дронов, которые за последние буквально вот все эти вот соглашения, за какие-то последние там неделю, 10 дней были заключены. И вот в рамках этих соглашений, очевидно, и будет после обсуждения. То есть там есть о чем поговорить. То есть Украина, очевидно, будет предъявлять запросы в рамках всех этих соглашений и очерчивая свою необходимость в рамках всех вот этих вот новых обстоятельств. То есть как вы считаете, вот эти вот последние заявления кремлевских Путин и Медведев, один говорит, что никакой самостейности, причем это цитата, да, Путин даже уже украинский язык начал учить, не было. Медведев вообще пишет такое, что даже непонятно, можно ли позволить себе, вот чиновнику такого уровня, писать подобные вещи в социальных сетях, что Украине нужно стереть с лица земли. То есть вот эти все заявления, которые работают на внутреннюю аудиторию, понятное дело, перед выборами, понятно, что нужно голосовать и давать новую кость плебсу, для того, чтобы еще активнее шли и ненавидели. Но не сыграют ли эти заявления обратный эффект? И вот Рамштайн, например, да, который собирается 23 января, он может стать сюрпризом даже, потому что Запад слышит, что говорит Москва. Они понимают, что агрессия только усиливается, хотя бы и на словах, и на деле. И, может быть, таким образом это станет толчком для оказания такой военной поддержки, ну, что мы даже удивимся и скажем, а вот спасибо мы даже не ожидали. Ну, я иногда сомневаюсь, что Медведев трезвый пишет то, что он пишет. Иногда, наверное, его не стоит вообще пропускать телеграмму. Но это так, наверное, не шутки. Но вообще то, что они пишут, они на самом деле, что утрезвого на уме, то у пьяного на языке. Так или иначе все равно они танцуют в одну и ту же самую дудку. И то, что они пишут, это означает, что они на самом деле хотели бы сделать с Украины. Там уже никакой геноцификации, ни о каком освобождении речь идет. Речь идет именно о завоевании. И сейчас они этого не скрывают. И Запад ощущает, и при этом наши европейские партнеры начали это понимать, на мой взгляд, помимо помощи Украины, о которой мы сейчас с вами говорим, они на Западе начали прекрасно понимать о том, что Россия представляет собой угрозу. И мы знаем о том, что вскоре начинаются учения весьма крупные стран-членов НАТО, которые, очевидно, будут ответом на все эти угрозы, которые исходят от Российской Федерации. Пока вербально, но они воспринимаются серьезно, прежде всего нашими партнерами из стран Балтии, друзья. Поэтому настрой достаточно серьезный. У меня есть осторожное предположение, что на этот раз палеоактивной помощью Западу не обойдется. И что, наконец, нам дадут все, что мы просят. Ну, будем сохранять умеренный оптимизм, но пока события последних нескольких недель, в общем-то, подтверждают вашу теорию. Ну, а говоря, вот это хорошо, что Запад готовится, конечно, да, и, в общем-то, осознает все риски, исходящие потенциально от Российской Федерации. Но как вы оцениваете, насколько реально угроза, насколько готова Российская Федерация сейчас, ну, чуть ли не к войне с НАТО, которую она декларирует, и которую предупреждает европейцев издание Бильд? Многим кажется, что кроме как ядерной кнопкой грозить уже пока и нечем. Ну, я не очень доверяю, если честно, коллегам из издания Бильд, потому что они много чего пишут. И очень часто, весьма часто эти прогнозы не сбываются. Я могу привести примеры. Там, в частности, один из последних, когда они писали о том, что и наступление выдыхается, по-моему, они писали, да? На самом деле всего этого не происходит. Я не путаю ничего, ты же Бильд писал? Вроде да. Ну, кстати, да, тут можно говорить о том, что раз угадали, а два раза не очень. Но они написали о том, что Российская Федерация планирует вторжение полномасштабное в Украину. Ну, когда они писали о том, что Российская Федерация планирует полномасштабное вторжение, написали об этом многие. Мы говорим о 2021 году, в том числе и глава Кирилл Буданов этого не скрывал. Он тоже об этом достаточно активно сообщал. Поэтому там эти прогнозы, они как грибы после дождяности. Но, тем не менее, то есть я бы к этим прогнозам относился бы с большой осторожностью. Но все-таки есть тревожный сигнал. Они заключаются в том, что вот буквально сегодня было сообщение, что системы РЭП Российской Федерации положили GPS уже на территории страны членов НАТО, в частности, в Польше. Это тревожный сигнал. Ну, все-таки тут нужно понимать, что прямое российское вторжение, а в прицеле, очевидно, будут страны Балтии, как мне представляется. Это наиболее лакомый кусочек сейчас для Российской Федерации. Прямое военное вторжение на сегодняшний день было бы маловероятным, потому что мы видим о том, как разворачиваются их наступления на востоке Украины. Но не отгрызая там по 100 по 200 метров, и на этом фоне еще начинать вторжение в три другие страны, ну, по моему мнению, было бы весьма опрометчиво. Хотя у россиян, может быть, совершенно свой лагерь. Ну да, действительно, логика их поступки никогда объяснить было невозможно. Спасибо вам огромное. Денис Попович, военный обозреватель, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо.